В фирменном поезде Тында-Благовещенск пассажирка родила ребенка. Случай произошел еще в начале осени, однако известно об этом стало только в конце октября. Информацию опубликовал один из порталов Дальневосточной магистрали. Роды приняла медсестра, которая ехала в том же поезде. Все прошло без осложнений. Мальчика назвали Александр. Возбудили уголовное дело по статьям «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. 1 ноября в Благовещенске произошло разбойное нападение на круглосуточный магазин. 44-летний мужчина зашел в торговую точку и нанес продавцу множество ножевых ран. Девушка спаслась, но сейчас находится в коме. Злоумышленник забрал 3000 рублей и несколько бутылок алкоголя. С места преступления он скрылся. Как сообщили в МВД России по Амурской области, меньше суток понадобилось благовещенским сотрудникам уголовного розыска, чтобы установить личность и задержать агрессивного гражданина. Им оказался мужчина, судимый ранее за кражу, разбой и убийство. Он уже признался в совершении двойного преступления. В настоящее время нападавший находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд определит меру пресечения свободы. Тотальную дезинфекцию провели в Хэйхэ. Обеззараживающие растворы распылили с помощью техники. Видео с места события распространили в социальных сетях. Из-за выявления случаев коронавируса в приграничном с Благовещенском городе введена полная изоляция. Там выявили 100 случаев инфицирования COVID-19. Ещё неделю назад было обнаружено двое заболевших. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.